Всем привет, добро пожаловать в новое видео. Сегодня одна из ваших любимых рубрик вопрос-ответ, время истории. Заваривайте себе чай или кофе, я тоже это сделала. Возможно, вы позавтракаете, пообедаете или поужинаете в моей компании. В любом случае, мне будет очень приятно, если вы проведете это время со мной. Поехали! Я попросила вас задать разные вопросы в инстаграме, я сейчас их открыла. Я, конечно, вижу, что вас интересуют драмы, интриги и расследования, но давайте начнем с чего-то более-менее лайтового. Как наказываете и поощряете детей? Вообще, было очень много вопросов по поводу воспитания детей. Вы знаете, я сама впервые проживаю такой опыт в своей жизни, и тут можно вести бесконечные дебаты на тему того, как правильно, а как лучше не делать, но по итогу мы все увидим результат через много лет, когда наши дети вырастут. И вообще, я думаю, что каждому ребенку найдется, что сказать своему психоаналитику или психологу. Я стараюсь балансировать между требовательной и строгой мамой, также понимающей, любящей, принимающей и поддерживающей мамой. При этом всем я не могу сказать, что мы как-то очень сильно балуем наших детей. Мы с вами воспитывались в совершенно другой среде, у нас были другие возможности, и не было такого разнообразия. Сейчас очень сложно удивить детей, как-то их по-настоящему порадовать. И мне кажется, что самое главное, что может сделать мама, и на самом деле это бесплатно, это ваша безусловная любовь. И это то, что я всегда ставлю на первое место хвалить своих детей за маленькие достижения, за какие-то более крупные для их возраста. И даже если что-то идет не так или что-то не получается, или ребенок плохо себя вел, или в школе что-то не удалось, или пошло не по плану, я всегда стараюсь разговаривать как можно больше. А что касается материального плана, то здесь у нас главная награда – это доступ к гаджетам. Мы стараемся ограничивать наших детей, у них нет iPad или компьютера, или телефона. Вот так просто, знаете, когда захочется. А только когда мы куда-то едем, тогда да, действительно даем планшеты, чтобы можно было безопасно добраться до цели, потому что когда дети начинают баловаться или капризничать, то это также мешает водителю. Я-то там как-то переживу, если Том их за рулем, то это очень сильно отвлекает. А дома, конечно, только в каких-то исключительных ситуациях, именно в качестве награды, можно поиграть на компьютере или на планшете. Как все успевать и при этом не сойти с ума, как вы планируете свой день? Ой, девочки, у меня практически нет утра или вечера, когда я предоставлена сама себе. Обычно я или просыпаюсь и сразу все выполняю по плану, или же вечером происходит то же самое, только я так готовлюсь ко сну. У меня семья, у меня дети, муж и собака, и ну вот чтобы я проснулась налегке и там пошла масса кремами, нет. Я даже скажу вам больше, когда я снимаю какую-то там утреннюю рутину или что-то в инстаграме, там вам показываю обычно, или это маленькие отрывки, которые я уже по факту склеиваю, или, например, я возвращаюсь уже с прогулки с собакой, я там всех накормила, детей отправила в школу, или утром посидела с ними, почитала, что они там от меня еще хотели, и только потом я могу, во-первых, сделать, а во-вторых, поснимать. Так что тут, конечно, обязательно нужно иметь какой-то план рутины на день и расставлять приоритеты. То есть есть глобальные приоритеты, успеть какие-то проекты сдать вовремя. Я очень пунктуальный человек, я крайне редко когда-то опаздываю со своими задачами. И есть те обязанности, которые я должна выполнить. То есть это не что-то прям такое масштабное, но тем не менее я же не оставлю детей голодных. Конечно, если я куда-то тороплюсь или мне нужно куда-то ехать, я могу попросить это сделать мужа. Так что мы стараемся делить наши обязанности, но чтобы не сойти с ума, мне лично очень хорошо помогает структурировать мой день и сделать более продуктивным обычная повседневная рутина. И не пропускаю эти шаги. На самом деле, чем больше вы себя загружаете, но при этом правильно планируете, расставляете приоритеты, тем больше вы успеете в течение дня спокойно. Даже если вам кажется, что день пролетел, и вы совершенно ничего не сделали, особенно это касается мамочек в декрете с маленькими детьми, на самом деле мы все делаем много всего в течение дня, но сейчас какой-то такой бум на сверхпродуктивность, все вокруг такие осознанные, все столько всего делают за день. Но на самом деле я держу приблизительный план дня или даже недели в голове. Я крайне редко что-то записываю себе в телефон или в какой-то там дневник, в какой-то блокнот. Вот я где-то там имею представление, что мне обязательно нужно выполнить в течение дня и что мне нужно сделать каждый день. И вот чтобы не сойти с ума, не срываться с самого утра, не как бы распылять свою энергию на окружающих, причем негативную энергию, потому что ты злишься, ты знаешь, что тебе нужно сделать там первое, пятое, десятое, и при этом еще и домашние хлопоты. Спокойно. Вот даже психолог мне говорила, что, Оля, если ты очень сильно загружена, утром просыпаешься и даже в голове себе проговаривай, я иду чистить зубы. И стоишь и думаешь, как ты их чистишь, достаточно ли хорошо. Дальше я завариваю себе кофе. Вот прям проговариваете себе в голове. Сначала мне казалось это диким и странным, но потом это как-то начало работать. Я сейчас не занимаюсь психологом, но есть какие-то фишечки, которые я взяла для себя и использую в те моменты, когда мне это необходимо. Потом завариваешь кофе. Он такой вкусный, он такой ароматный, он теплый. Эту кружку приятно подержать в руках, если за окном холодно. Гуляю с собакой и раньше думаю, боже, мне нужно поскорее домой. Там она куда-то побежала, сейчас не время, ты за ней. И вот это вот всё как-то повышает твой уровень стресса. Я думаю, какая прекрасная погода. Или если погода хреновая, то я думаю, погода плохая, но тем не менее я погуляла, подышала свежим воздухом. Это хоть какая-то физическая нагрузка впереди предстоящего дня за компьютером в сидячем положении. Поэтому во всём нужно видеть какой-то позитив, даже тогда, когда это не совсем тебе на руку. И маленькие, такие обычные удовольствия только для себя. Для меня это уход, вода и чашка кофе утром. Я могу даже не позавтракать, но вот это, пожалуйста, мне оставьте. Как планируете провести Рождество и Новый год? На Рождество, ну как всегда, всё будет проходить у нас. Мы уже встретились с Лилькой, обо всём договорились. В этом году будут небольшие изменения. Дело в том, что, к сожалению, моя мама, моя тётя, брат с семьёй не смогут приехать. Я думаю, что все прекрасно понимают, почему. У меня прямо сердце щемит из-за этого, но я очень верю, что когда-то эта Мамаду закончится, и все семьи смогут воссоединиться и проводить столько времени вместе, сколько хочется. И в этом году к нам присоединяется троюродная сестра Томака. Она является и моей близкой подругой уже на протяжении, господи, 13 лет. Она была одной из первых, с кем я познакомилась здесь, в Польше. Я ещё тогда ничего не говорила по-польски, мы общались на английском, и по сей день мы дружим. В этом году она приедет со своим папой и со своим мужем. Когда-то, когда я ещё, по-моему, не снимала видео, я не помню, наверное, нет. Или я тогда не снимала влоги, но в общем не суть. У нас была традиция отмечания Рождества вместе с ними. Но потом как-то они начали уезжать за границу к своим родственникам. Лилька сама тоже иногда делала вот эту вигилию, святой вечер готовила для своих родителей и для своего мужа. А в этом году мы решили возобновить нашу традицию, поэтому, по сути, это не что-то прям суперновое, мы просто вернулись к тому, что было раньше. И в этом году также приедет её папа. Это двоюродный брат папы Томака. Конечно же, тоже будет брат Томака, к сожалению, без своей второй половинки, потому что у нас намечается пополнение в семье прям изо дня в день. И Эдита поедет к своей маме, к своей семье. К сожалению, они живут далековато, поэтому на второй день Рафал тоже присоединится к ним, а мы уже будем праздновать в таком привычном семейном кругу и также с троюродной сестрой Томака и её родственниками и нашими по совместительству. Лилька, между прочим, ещё и является крёстной нашего Захара, нашего старшего сына. А на Новый год пока что нет каких-то конкретных планов, потому что многое зависит от обстоятельств и ситуации в мире. Если получится, то мы хотели бы куда-то махнуть. Обычно вся вот эта подготовка к Рождеству, готовка, первый день Рождества, второй день Рождества, и всё это очень сильно, не то чтобы выматывает, потому что всегда для меня это в удовольствие, но это отнимает много сил и времени, и когда приходит Новый год, у меня уже нет энергии его праздновать. Поэтому, если получится, то мы хотели бы куда-то махнуть. Что происходит сейчас у вас в жизни? Говоря в общем, это стабилизация. Назову одним словом, у нас долго был такой затяжной, на самом деле, период дискомфорта, из которого мы потихоньку выгребаемся. Не было легко, были разные мысли, но сейчас, в принципе, всё нормально, отбросив все проблемы с руками, ногами, с переломами и гипсами. Про Мику тоже многие спрашивали, но тут без изменений, мне не хочется комментировать, но я уверена, что все даже сложные ситуации даются нам не просто так. Они в первую очередь нас чему-то учат. Если ты не прорабатываешь вот этот урок, ты будешь наступать на те же грабли вновь и вновь и вновь в течение всей своей жизни. Ну что, давайте по хардкору. Как вы менялись и отношения тоже в связи с ростом ваших личных доходов? Хочется ответить коротко, но, наверное, коротко не получится. Лично меня хороший заработок никак не изменил. И, наверное, если бы это произошло, я бы получала какие-то сигналы от своего близкого окружения. То есть у меня они встали пальцы веером, я не хвастаюсь, я не ставлю себя выше других. Я, в принципе, ну как-то так, буквально так же одеваюсь, ну там позволила себе купить какие-то более дорогие аксессуары. Да, у меня хорошая машина. А помимо этого, в такой жизни за кадром, нет, лично я не изменилась, стала, возможно, более уверенной. И я осознаю, что я могу быть человеком только по любви и когда в отношениях есть уважение, взаимопонимание и доверие. Если есть пункты, которые невозможно проработать, то, пожалуй, я не была бы в таких отношениях. Помимо этого, меня ничто не держит. И я понимаю, что я могу взять ответственность за себя, за своих детей. И также моя вторая половина может на меня положиться. Когда я сюда переехала, это было много лет тому назад, после полгода знакомства с мужем, я ж не бенни мэ по-польски, но я довольно быстро начала работать. Потом я устроилась в польскую компанию. Ну, я много раз рассказывала свою историю. У меня всегда был мой, пусть небольшой, но мой личный доход на мои какие-то цацки и хотелки. Я довольно часто слышала от мужа, что ему сложно живется тогда, когда ему не на кого положиться, ему не на кого рассчитывать, и он сам по себе. И я всегда видела, что это выливается в такой один большой стресс. И я стремилась к тому, чтобы его поддерживать и финансово в том числе. Но у меня никогда не было стремления стать такой сильной, независимой бой-бабой, женщиной с яйцами. Ну, где-то как-то это произошло. Причем я не могу это как-то объяснить. Это же не моя вина, что мой доход с годами тоже увеличился. Но вот столько стоят мои услуги. Я самый счастливый блогер на планете. Мне не приходится рекламировать непонятно что. Я никогда не соглашаюсь на какие-то контракты с теми средствами, которые я не люблю, которых не знаю. Ко мне приходят те компании, которые видят, что я чем-то пользуюсь. Нет ли есть счастья? Вот. И имея даже такие просмотры, как я, не рекламируя ничего, можно заработать от 3 до 6 тысяч долларов в месяц. Это зависит от сезона, также от количества просмотров, но в целом приблизительно так. Это так в среднем 3, нет, не 3, 4-5 тысяч долларов каждый месяц. Это очень хороший доход. И когда мы с мужем вышли на уровень друг друга, это было окей, и обоих это устраивало. В первую очередь не было комфортно, я могла сказать, давай вот тут пополам будем делить какие-то расходы, или давай поедем в какой-то более комфортный отпуск, но при этом ты не будешь тянуть сам, я готова также оплатить половину. Я часто рассказывала о том, что у нас с мужем такие партнерские отношения, но не холодные, какие-то знаете, типа взаимовыгодные, нет, это просто поддержка друг друга в каждом плане, то есть он может заменить меня, если у меня нет на это времени или сил там заняться бытовыми какими-то делами, детьми, накормить, напоить, отвезти, и в финансовом плане в том числе. Я ни в коем случае не хочу обесценить мужчин, своего мужа или показать какая я крутая и чего тут я добилась, нет, но действительно мой доход в несколько раз больше, чем доход ни одного мужчины, и это очень сильно бьет по мужскому эго, не каждый к этому готов, и когда муж уходил с основной работы, у него все-таки был доход с аренды, но тем не менее я понимала, что очень большая финансовая ответственность ложится на меня, и вот это конечно то еще испытание, я никогда этого не хотела, я никогда к этому не стремилась, я не готова это все вывозить, конечно я осознавала, что это временно, но этот период затягивался, затягивался, накапливалась моя усталость, моя женская энергия тоже где-то растеревалась по пути к этому достигаторству, к финансовым благам, к такой же комфортной жизни, к которой мы где-то там уже привыкли, ну и что тут сказать, это негативно сказывается на отношениях, я не хочу все тянуть и не готова и больше не соглашусь на это, чтобы одной обеспечивать всю семью, если бы мой муж не шевелился, если бы он ничего не делал, не предпринимал, мы бы уже давно попрощались, и вот когда в семье оба зарабатывают, для меня это окей, не важно сколько, но как только вот знаете все на одного, тогда возникает какой-то дикий дисбаланс, и я даже не позволю такую ситуацию, чтобы мой муж все тянул на себе, вы знаете как это сложно, это дико сложно, когда ты просыпаешься и понимаешь, что если не ты, то кто, поэтому я всегда буду стремиться к тому, чтобы не больше зарабатывать, чем муж, но чтобы хоть как-то ему облегчить его вот эту финансовую ношу, расскажите о вождении, у меня для вас есть история получше, довольно забавная, у меня когда-то был отдельный влог, где я подробно рассказывала о том, как я училась водить, я до сих пор не считаю себя супер крутым опытным водителем, это не совсем так, тут нужно назвать вещи своими именами, короче, три года тому назад я уже собрала конкретную сумму для покупки автомобиля, и изначально я хотела приобрести Мерседес, или же БМВ, мы были в разных салонах, и в Мазде также, и в Опеле, и в Форде, и везде настолько приветливые менеджеры, продавцы, секретари, вот куда бы ты ни зашел, вам воду, кофе, а вот детский уголок, мы там смотрели машины внутри, снаружи, я вообще ничего в этом не понимаю, мне главное, чтобы было удобно, комфортно, надежно, и при этом, чтобы машина визуально мне нравилась, я очень хотела, чтобы был такой или кофейный салон, или какой-то типа рыженький, и не хотела больше яркую машину, до этого у меня была такая оранжевая кия, я хотела или белую, или черную, в общем, мы так в расслабленном формате ходили по разным салонам и присматривались, и мне как-то что-то то не нравилось, ну, не то, чтобы не нравилось, у меня должна была лежать душа к этой машине, так как я не спешила, мне было на чем ездить, поэтому я так ходила и присматривалась, в какой-то момент мы приехали снова в салон Мерседеса, и там вручали девушке самый маленький скромный Мерседес, вот таким букетом цветов, и наверняка вы видели вот эти все видео, где девушки забирают из салона машину, им там и бант прицепили, и шампанское, и цветы, я расскажу вам, как это было у меня в автосалоне премиум класса в Кракове, это просто позорище, приготовьтесь, это был будний день, причем я вернулась от косметолога, с раздавленным лицом, я была после чистки, и Тома мне говорит, Оля, я нашел Порше, но на него очень хорошая цена, потому что это был новый салон в Кракове, и получается, что в конце года у них там собралось много машин, то есть они заказали в салон больше машин, чем продали, и поэтому они устраивали, ну не то чтобы распродажу, им нужно было обновить ассортимент, но машина нулячая, она новая, это была новая модель, она говорит, поехали, посмотришь, я, ты что, сдурел, типа у меня нет столько денег, это Порше, он, нет, там цена приблизительно такая, на которую ты рассчитывала, ну может чуть больше, ну поедь, посмотри, и вообще ты этого достойно, ты заслуживаешь ездить на такой машине, у меня всегда так, с дорогими покупками, мы поехали, я со своим раздавленным лицом в спортивном костюме, это был вечер, довольно поздний, зашла, увидела ее, я говорю, Томак, я потяну, да, у меня есть деньги, мне она очень нравится визуально, поехали, покатаемся, у нас сразу же был тест-драйв, и где-то мне понадобилось два дня для того, чтобы принять окончательное решение, мы позвонили в салон, сказали, что мы ее забираем, и я приехала оплатить эту машину, то есть подписать договор и сразу внести оплату, и нам сказали, что там еще потребуется какое-то время для того, чтобы подготовить все документы, чтобы ее поставить, не поставить на учет, но чтобы получить вот эти номера, все, что с этим связано, хорошо, нам прислали договор, я уже ее оплатила, и получается, что они ошиблись в документах, вообще, скажем так, обнародовали те данные, которые нельзя было, и мы такие, а это окей, они, ой, извините, извините, произошла ошибка, в общем, с документами это был номер один фейл, я думаю, может мои данные тоже куда-то просочатся, дальше я приехала за новыми документами, они все переоформили, нужно было еще раз приехать в салон, и я захожу, вижу, что стоит точно такая же машина, как у меня, но мне сидят другие люди, и что-то там так дергают коробку передач и все там обмацывают, и я так, это моя машина, они, извините, да, мы забыли ее закрыть, сейчас, сейчас мы ее уберем, думаю, а если там какие-то царапины, это тоже, ну, будет, типа, нормально, они сразу там, извините, извините, окей, помимо этого, мы были в салоне несколько раз, и нам ни разу не предложили ни воду, ничего, ну, то есть мы пришли и просто, типа, пришли на базар купить, не знаю, там, морковку, ну, типа, вообще, такого обслуживания мы не видели еще нигде, и когда ты платишь за дорогую машину, то ты в том числе платишь и за значок, и за сервис, и за всю вот эту премиум ауру, и я тогда ничего не сказала, и, в принципе, просто почувствовала себя так, типа, ну, пришла с улицы какая-то мадам с раздавленным лицом купить себе машину, типа, почему она вообще сюда приперлась, она и так ее не купит, иди отсюда, и это то, как ты часто себя ощущаешь, когда ты даже накопишь там на какой-то дорогой брелочек и заходишь в более дорогой магазин, на тебя так смотрят, приперлась тут, она все равно ничего не купит, именно поэтому я не люблю ходить в какие-то люксовые магазины, я вам клянусь, мне гораздо проще заказать что-то онлайн, если я уж потом и кровью на что-то заработала, чтобы еще кто-то меня там унижал, еще был такой момент, когда мы приехали, мы договорились на время со всеми менеджерами, что мы приедем оплатить машину, мы приехали заплатить за нее, мы пришли, и мы видим, что все занятые сидит секретарша или ну там на ресепшене кто-то или как это называется, и она даже не подошла и не сказала, извините, у нас накладка, пожалуйста, присядьте, сейчас вас кто-то обслужит, мы приехали не просто посмотреть и моросить им там голову, мы приехали купить дорогущую машину, и даже этого не было, но и вы знаете, ты как-то это все проглатываешь, у тебя остается такое неприятное ощущение, там и сказал, даже если я заработаю на еще одно Порше, я все равно принципиально его не куплю после такого обслуживания, я понимаю, что у них есть богатые клиенты, но каждый с небольшим достатком когда-то может достичь более высокого уровня, и нельзя сбрасывать со счетов абсолютно всех, у кого нет миллиона в кармане, потом, значит, мы приехали забирать машину уже, я была с детьми, Томик был на работе, он опаздывал, и знаете, я видела, как девчонки забирают свои, там, не просто Порше, а разные машины, и никогда это не выглядело так, как в краковском салоне, это был капец, мне говорят, у нас для вас что-то особенное, то есть, мне не выдали ее просто перед салоном, машину, а ее поместили в такой стеклянный бокс, накрыли чем-то таким, не знаю, покрывалом каким-то со значком Порше, выдали ключи, мишку, и какую-то машинку коллекционную, а, и вино, вино, это вообще контрольное в голову, ну, типа, удачной вам дороги, тра-та-та, я помню, что я тогда была после какой-то вечеринки с подругой, и я хотела просто домой, я очень мало спала в ночь до этого, и получается, я посадила детей, мы приехали домой, поехали с Томиком, потом еще на концерт Монатика, уже Томик был за рулем, у меня просто не было сил даже покататься на своей машине, и, кстати, до этого никогда даже не говорила, на чем я езжу, ну, опять же, наверное, потому что не было цели и хвастаться, но это такая ситуация, когда ты чувствуешь себя не в своей тарелке, и вот такой человеческий фактор убивает все, всю вот эту премиум ауру, когда мы приехали домой, знаете, как бедные, которые купили дорогую машину, блин, аж стыдно, но что было, то было, Томик говорит, интересно, что же за вино, и он убивает название в гугле, девочки, вино, за 6 евро, мне вручили вино за 6 евро, когда я купила машину такого уровня, прикиньте, это, знаете, лучше бы они ничего не давали, вот это, ну, просто было бы, типа, скромно, так лаконично, очень там, все это самое, но тут еще это вино, в общем, Томик написал имейл, что позорище такое, что я забирала Кио из салона дважды, новую, никогда такого не было, Томик забирал, у него несколько Фордов было, Volkswagen, никогда такой позорной ситуации со стороны менее таких крутых брендов, никогда этого не было, но в Порше просто нас вообще растоптали, унизили, ниже Плинтуса, опустили, боже, какой кошмар, вот знаете, ты должен получить кайф от покупки, а его по факту не было, и потом эта информация дошла до хозяина салона, он дико извинялся, никто никого не пугал, что я блогер, я вообще об этом долго не рассказывала, ну, три года практически, да, ну, надеюсь, что вас это улыбнуло, и хозяин был в шоке, оказалось, что там работали какие-то менеджеры, которые должны были купить там дорогой алкоголь, цветы, вот это вот все, но они как-то там нахимичили, и, короче, вручили нам это дешманское вино, но я так поняла, что деньги присвоили себе, или, не знаю, короче, нашли виноватых, их уволили тогда, а нас пригласили в эту поездку Порше, в которой мы были с Томиком весной, не потому, что я блогер, а именно потому, что я такой позор при покупке машины, так что бывает мне вот так красиво, как показывают все блогеры в инстаграме, ну, еще и так, как часто вы встречаетесь с друзьями, ой, не так часто, как мне этого хотелось бы, а в последнее время довольно редко, потому что загружены, потому что дети с собакой, тоже такая ситуация, не хотелось надолго и часто покидать свой дом, но вот на днях мы встречаемся с моей подружкой, идем на дом Гуччи, трехэтажный дом, удобно, купили бы снова три этажа, да, тут многое зависит от планировки, тогда нас многие пугали, осуждали, обсуждали, как это мы могли купить трехэтажный дом, но у нас на последнем этаже наша спальня, прачечная, и я переодеваюсь на максимум два раза в день, а чаще всего один раз я одеваюсь, там утром моюсь, спускаюсь вниз и больше я туда не захожу, поэтому для нас окей, я думаю, что, ну как думаю, если будет такая возможность, то в будущем мы купим дом поменьше, когда дети съедут, потому что потом уже всем жить в таком большом доме, всем, мне и мужу, в смысле жить в таком большом доме, удерживать все в чистоте, но это мне кажется нереально, хотя, кто его знает, вижу, что тема свекрови вам не дает покоя, и не потому, что интересны именно мои отношения со свекровью, скорее тут речь идет о том, что у многих похожая ситуация, самое главное, чему меня научила жизнь, это то, что никто никому ничего не должен, и я со своей стороны сейчас могу предложить уважение и поддержку, если это необходимо, я всегда за то, чтобы общаться, тут речь не идет, что кто-то кого-то любит, кто-то кого-то нет, но я перестала быть удобной невесткой, которая молчит в тряпочку, которой они отстаивают свои границы, и это не всем нравится, но я не 100 долларов, чтобы нравиться всем, это вообще мой девиз по жизни, верите ли вы в астрологию и в целом как к ней относитесь, не общие гороскопы, уточнения, тут пожалуйста не бросайте в меня помидоры, потому что я сама не знаю, как это объяснить, вот клянусь вам, я не знаю, как меня угораздило, дело было прошлой зимой, получается, что в моем окружении появился человек, который сказал, Оля, ну давай, ну давай сделаем тебе разбор, я тогда находилась на не то чтобы распутье, но я думаю, господи, ну порой человек ищет какой-то поддержки, какой-то, вы знаете, надежды на лучшее будущее, какого-то рецепта, совета, как поступить в той или иной ситуации, или как там, хочешь узнать, все ли сложится так, как ты того хочешь, или когда тебе скажут, слушай, вот сейчас хреново, а дальше будет лучше, я говорю, ну ладно, давай сделаем, при том, что я очень большой скептик, вот честно, я никогда не увлекалась астрологией и сейчас, по сей день остаюсь тем самым скептиком, но тут хочешь, не хочешь, начинаешь видеть какие-то, какой-то правдивую информацию в услышанном, не вдаваясь в подробности, я не могу сказать, что я прям так внимательно слушала все, что мне там рассказывали, не везде все сходилось там обо мне, о моем муже, но где-то, где-то зерно правды в этом присутствовало, при том, что человек не знает меня, то есть, из моих видео можно что-то понять, что-то там додумать, что-то проанализировать и сделать свои выводы, нет, человек меня не знает, то есть, как бы с улицы, можно так сказать, пришла, я за это немного заплатила, хотя я знаю, что в Польше астрологи зарабатывают иногда какие-то космические деньги, может, в России и Украине, так и я об этом не знаю, но недавно польская блогер Шуш рассказывала, что она сделала обзор и то ли 12, то ли 15 тысяч лоток, это просто, я не знаю, это очень много, это полгода учебы в частной школе для моих детей, нет, вот на такую авантюру я бы точно не пошла, какая бы жизненная ситуация у меня не была, и то, что мне запомнилось, а возможно, это как раз тот момент, из-за которого мне нельзя вестись на всякие там астрологические прогнозы, тарой, все вот эти вот какие-то штуки, потому что я могу себя запрограммировать, то есть если мне скажут, что Оля, все будет классно, то с одной стороны я буду жить налегке, но могу тоже подрасслабиться, и в итоге будет какой-то факап, или же наоборот кто-то скажет, что сейчас так плохо, и я вот себя уже настраиваю, что да, ну вроде как неплохо, но если тебе кто-то сказал, что будет, ты даже как-то вот ожидаешь какого-то подвоха, ты живешь в тревоге, и все-таки есть какая-то надежда, лучик света в длинном туннеле, мне сказали, что этот год будет для меня очень сложным, адски сложным, вообще одним из самых сложных в моей жизни, я не могу сказать, что не было хуже, потому что было, когда из жизни ушел мой папа, когда, боже, столько всякого ужасного было, вот это был ад, поэтому, если это самый худший год, я готова в это поверить, плюс, много всего наваливалось, вот знаете, таких хлопот, ну да, у Мики это связано с жизнью, но что касается детей, это вечные какие-то переломы, это какие-то болячки, плюс я себя чувствую не очень, тоже признаюсь, что я себя чувствую далеко не окей в этом году, и не знаю, может мне так сказали, что там в какой-то черной луне, или как там оно все, я забыла, я точнее не интересовалась, не знаю, но я могу абсолютно точно сказать, что я больше на такое не подпишусь, потому что опять же я могу себя накрутить, как в хорошем плане, так и в плохом, так что нет, это что касается моего опыта с астрологией, тоже не хотела вам рассказывать, потому что живем в 21 веке, мне кажется, что большинство в это не верит, но вот я человек, который тоже поддается влиянию, видите, меня подстрекнули, типа давай-давай, при том, что я вообще никогда не вникала, не интересовалась, ну давай, так что такие дела с астрологией, на этом мы с вами будем прощаться, всех целую и обнимаю, надеюсь, что вам было интересно, не забывайте поставить пальчик вверх, ну а теперь пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро, что сейчас должно быть еще дваatra对